Добрый день! А что вы представляете людям? Что вы представляете людям? А что они такое нарушили? А что с рядом с ним? Другой на площади Павлески, другого ряда, где послужили этот город. А вы где были? На заднем. За ними что ли? А воспользовались для помощи? Мы сейчас сполкуемся, мы слушаем людей. Вы не против? Есть бесплатный адвокат, поможем, все как полагается. Дружина была за рулем, первый раз в месте, порушила рядность. Может быть, может быть. Я сегодня не видел, потому что я ее встречал. Это пример того, что когда человек один на один с вами, это одно. А когда человек уже под камеру с адвокатом, это чуть-чуть уже другое. Нет, мы только штукуемся с одними сторонами, будет вас наявляться с доказами. Я не могу платить. А вы уже отпускаете что ли? Отпускаете? Так подождите, у вас же есть видео того, как якобы автомобиль нарушает рядность. А можно адвокат посмотреть? Можно посмотреть? Вам нужны эти люди? Да, 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 да. Хотите использовать их допомогу? Адвокат? Нет. Нет. А в данном этапе мне... Нет, вы же не понимаете. Мы вам пример... Я вам пример... Я вам потом объясню. Вы просто увидите... Вы видео это видели? Нет. Ну вот с этого и начинается. Вы же понимаете, что вы можете... Зараз инспектор видео. Можем мы посмотреть видео. Зараз инспектор. Хвилин. А документы зачем? Я... Ну вот так вот. Проверила. Мы тоже... Смотрите, в 32... А? А? В 32-ю статью. В 32-ю статью. В руки взять документы, и пойти в служебную транспортноцессу. А вдруг... Ну, они куда-то уходили с ними. Передавали. Я не передавала. Ну, видео можно увидеть? Видео нарушения. Ну, там не видно, потому что впереди было еще две... Это тогда была незаконная остановка. Вы знаете об этом? Покажите опровержение, что оно было законно. Если оно было законно, значит человек должен понести наказание. Или просто на вас так всегда камеры реагируют. Я вот не могу понять. Или юристы так реагируют. Ну так давайте сделаем просто в ромко... Поймите, мы... Мы только. Не за то, что... Как там меня называют, что я там... Кошмарю, типа как бы мусоров, полицейских. А за то, что чтобы вы сделали только по закону. И все. Поэтому... Молодой человек тоже бы хотел... Вы бы хотели увидеть это видео, что там происходит? Чтобы это суть. Чтобы это суть была. Чтобы это суть. Чтобы это суть была. А проваджение же открыли? Проваджение. Проваджение. Повинні закрити. Все законом передбачено. 284 стаття Кодексу Украины Принциплина Бравпорожника. Ну, мы отошли машину. То есть, тут стояла одна и вторая машина. Все равно перекрыто. Видно, дали... Мы отягрывали, что полицейские... Нашего взвода, наши мотолюры без предельных. Я уже сегодня был примером того, что на центральном рынке Другой человек тоже самое. Хотели привлечь... К ответственности. За ресурсностью? За ресурсностью? За ресурсностью. За ресурсом? Нет. Можно вас? Сейчас подождите. Действительно, по земле разносим его. Друзья, вот так вот закрывается открытая проваджение, которое открыл полицейский. И когда... Чтобы не получилось того, что это была незаконная остановка, полицейским, тем самым, тем самым... То бишь, правильно я так понимаю, вот когда полицейский закрывает постановление о закрытии дела, то человек уже не сможет обжаловать вот это постановление, потому что было объективно... Любое постановление можно обжаловать, но если он согласен с решением, то он его, в принципе, не будет подавать в суд. Но он может действие обжаловать полицейского за незаконную, неправомерную остановку. Потраченное время, моральные страдания, ущерб и все такое у вас с этим происходящее. Это в суде. Ну, в нашем случае они действуют в рамках закона, я так понимаю. Они закрывают по 247 части 1. Согласно 284 письменное постановление выносится на планки предусмотренной инструкции 1395, и полицейский понимает, что если его не вынесет, то нарушит законодательство. Поэтому это единственный пока полицейский, который правильно выполняет свои полномочия и нарушил права. Друзья попались в полицейский, которые знают законодательство не прав. Иногда читаю. Адміністративное проведение за частиною 1 ст. 247 Кодекса управления адміністративного права порушения. Тихо-то, на протипу створю і потім немовим, а до піців в тінах пірється. Пісі в ній, я розвіцків піців, і в тінах пірється. Тихо, я отримують піців, а це пірється. Вони зліпку загрязок зліпку і зліпку тінах пірється, Это важность. Не завжди дивиться на авиатор, завжди дивиться по знакам дорожного руха. Будьте важны, все, как вы едете за просе, остановитесь на записи. Всего удачи вам. Гарду нахи. Гарду нахи. Гарду нахи. Гарду нахи. Гарду нахи. Гарду нахи. До свидания. Смирь. Тут чуть-чуть он вам помогает? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я вам очень благодарна, потому что я уверена, что в любом случае раз уже проваджание началось, значит, они собирались. А это постановление подтверждает того, что его не будет. И что его закрыли благодаря Алексею Михайловичу, который оказал бесплатную помощь. Потому что многие говорят, мы там за день, не за день. Ну, неинтересно нам делать. И нам чисто нравится наша длительность, нравится дарить людям улыбку. Вы очень молодцы. Потому что очень интересно, что кто-то будет... Друзья, друзья, в общем, вы сами увидели, как открывается производство И как должно закрыться, надо закрыться согласно 284 части в письменном виде. Если мне левадон, будет завестный закон. Эй, мусор, лови равно. Друзья, ну вы знаете, что делать. Зам лайки, подписываться на канал. Мы вам и понравились. Я простой терпила городской. С мусорами не базарю. Не умею, жму на клавиши рукой. Читаю тексты под беды. Но к чему эти понты? Если мусора на крыле требуют бабоса. Быстро трубку поднимаю и звоню Вадосу.